В этом году пик концентрации пыльцевых зерен наблюдался в середине мая в связи с опоздалым приходом весны. На данный момент процесс пошел на спад, но риск возникновения пыльцевой аллергии все еще высок. Наиболее актуальным аллергеном в нашей полосе является береза. Пыльца именно этого дерева очень опасна для людей, страдающих полинозом, сезонным заболеванием, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Его симптомами являются воспаление слизистой оболочки носа, конъюнктивит, а без соответствующего лечения возможен переход в бронхиальную астму. Пациенты к нам обращаются в сезон, когда у них наиболее выражены признаки аллергии, и тогда врачи назначают симптоматическую терапию, которая снимает симптомы. Это антигистаминные препараты, всевозможные лечебные спреи в глаза и в нос, которые позволяют безболезненно пережить вот этот вот сезон пыления. Основной метод лечения полиноза это аллерген-специфическая иммунотерапия. Суть метода состоит в том, что данный аллерген вводится в нарастающих дозировках, и организм перестраивается таким образом, что перестает реагировать на пыльцу. Группа ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета вот уже несколько лет занимается изучением аллергенных растений, а также мониторингом их пыления в периоды активности. На крыше одного из учебных зданий на высоте 10 метров установлена пыльцевая ловушка. В период активности каждый день они определяют количественный и качественный состав пыльцы растений. Для этого даже был создан календарь пыления. Пыльцевой мониторинг, он выполняет свою очень важную миссию, потому что он может помочь больным, страдающим аллергией, заблаговременно подготовиться к вспышке, потому что мы контролируем эту динамику. Введение пыльцевого мониторинга – важное научное направление. Зная эту информацию, человек может заранее принять профилактические меры для улучшения показателей своего здоровья, не выезжать на природу в дни пиковой концентрации пыльцы в воздухе, применять симптоматические средства и даже отказаться от некоторых продуктов питания. Если человек реагирует на пыльцу березы, он, как правило, в пищу не переносит яблоки, морковь и орехи. Телеканал Универ ТВ будет информировать о результатах пыльцевого мониторинга. Смотрите наши программы, чтобы избежать возникновения пыльцевой аллергии.